Сегодня начались состязания между студентами всех российских вузов гражданской авиации. Студенческие лётные экипажи покажут уровень теоретической и практической подготовки к будущим полётам. В Ульяновск съехались лучшие начинающие лётчики со всей России, чтобы выявить самого подготовленного. По словам организаторов, это очень трудная задача, ведь на тройку летать просто нельзя. Не планка, как прыгать в высоту. 2.05, значит, ты чемпион, ты перепрыгнул всех. Здесь всё равно будет какой-то субъективный момент, он будет присутствовать. У пилотов трудно определить, кто лучше летает. Когда мы были молодыми, мы все говорили, что вот это хорошо летает, вот это хорошо летает. Но в наше время, когда уже были классы, когда уже доросли до первого класса, уже какое сравнение может быть? То есть ты просто профессионал. Мы были вообще сначала за то, чтобы не ставить оценок пилотам за выполнение полёта. То есть как можно поставить там тройку или четвёрку, или пятёрку. Умение не растеряться, среагировать быстро – важнейшие качества, необходимые пилотам. Поэтому и лётчик – профессия, которая требует особой подготовки. Прежде чем сесть за штурвал тренажёра, будущие специалисты сдают аэродинамику, навигацию, пилотирование, метеорологию и английский язык. Но ребят это не пугает, ведь в профессию они пришли осознанно. Я пообещал, что вот свяжу свою жизнь с авиацией. Вот как-то слово держу. Знаете, предсказать результат, конечно же, невозможно. Вот, это всё действительно сложно. И, честно говоря, очень сильно помогли. Хоть небольшие, но всё-таки тренировки на другого типа тренажёрах. Это на Boeing 737. Вот нас водили специально на них в Питере. Вот, и надеемся здесь, что получим достойные результаты. Состязание позволит выбрать самых достойных среди будущих пилотов-лайнеров сухой Superjet 100. У курсантов ульяновской лётки даже есть преимущество – тренажёры самолёта, собственность вуза. Поэтому с ними учащиеся знакомы с первого курса. Соревнования продлятся ещё день. Завтра же можно будет узнать предварительные итоги. Окончательные станут известны 6 февраля в Москве, где пройдёт награждение лучших из лучших. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости ульяновской правды.